Все суффиксы английского языка с примерами, часть вторая. Итак, продолжим. Значит, седьмой суффикс это th. Видите, th по-другому. Смотрите, wide это широкий, width это ширина. То же самое, как long длинный, length длина. Далее, zoologist, zoolog, значит, суффикс is. Мы с вами видим. И также еще brightness. Это яркость, суффикс ness. Суффикс существительных, суффикс ness. И, значит, еще раз, width – ширина, zoologist, zoolog, brightness – яркость. И с вами разберем примеры. Значит, what's the width? Of this wall. Какая ширина этой стены? What's the width of this wall? Далее. Он работает с зологом. He works as a zoologist. He works as a zoologist. И brightness – яркость. Здесь слишком много яркости. There is too much – слишком много. There is too much brightness here. Вот такие примеры. Значит, width – это ширина. Далее, zoologist – зоолог. Brightness – это яркость. И примеры. What's the width of this wall? Какая ширина этой стены? He works as a zoologist. There is too much brightness here. Далее. Очень сложные примеры, хочу сразу сказать. Поэтому давайте настроимся. И постараемся выговорить данное слово. На русском-то все понятно. Стандартизация. А вот как это прочесть на английском? Значит, давайте, может, по слогам вначале. Вообще пишется standardization. Но произношение здесь другое. Стандартизация. Стандартизация. Именно так. Значит, еще раз попробуем. Стандартизация. Стандартизация. Вот такое сложное слово. Но следующее слово тоже не сильно легче. Потому что суффиксы мы видим. Смотрите. Суффикс получается у нас... Обычно у нас есть краткий суффикс – этион. А также есть более длинный, значит, Asian. Получается. Но здесь также есть Z, поэтому Zation. Так. Выделяем. А далее Pnea. Это Hypenia. Гиперноя. Это гипервентиляция легких. Hypenia. И суффикс path. Footpath – тротуар. Ну, третье слово, на самом деле, полегче. Потому что первое, на самом деле, очень сложное слово. Это еще раз произнесем. Значит, standardization – стандартизация. Hypenia – гиперноя. Footpath – тротуар. И, как всегда, с вами посмотрим некоторые примеры. Например. Их компания нуждается в стандартизации. Their company. Company – это компания. Дальше нуждается. Needs. И далее не поленимся. Еще раз напишу это слово. Стандартизация пишем. Произносим. Стандартизация. Their company needs standardization. И компания нуждается в стандартизации. Да, вот такое очень сложное слово. Далее. Hypenia. Ну, здесь, например, что означает hypenia? What does... What does hypenia mean? Что означает гиперноя? И последнее, самое легкое. Он вступил на тротуар. He... Значит, step – это шаг. Вступил. He stepped on the footpath. Он вступил на тротуар. Значит, мы видели, значит, стандартизация. Далее hypenia. И пример footpath. И получается, значит, their company needs standardization. What does hypenia mean? It has stepped on the footpath.